В настоящее время сформированная под руководством Федерации профсоюзов Узбекистана республиканская рабочая группа посещает регионы страны и в каждом анализирует положение женщин, живущих в сложных условиях. Группой разрабатываются программы по обеспечению их прав и интересов, социальной защите, оказанию всесторонней помощи и поддержки в разрезе каждой махали. Начал действовать телефон доверия рабочей группы или, говоря современным языком, колл-центр, который круглосуточно принимает обращения женщин. Теперь они могут, набрав короткий номер 1211 из любого города, кишлака, отдаленного аула, непосредственно обратиться в этот центр, что является продолжением диалога с народом. До сегодняшнего дня количество обращений, поступивших из Жизаасской области на телефон доверия Федерации профсоюзов Узбекистана составляет 603. Основная часть этих обращений связана с вопросами обеспечения и ремонта домов, трудоустройства, получения кредита и материальной помощи. Если говорить на конкретных примерах, среди тех, кому была оказана поддержка и жительница города Шузака Севара Халикова. Ей с двумя детьми приходилось жить у родителей в трехкомнатной квартире. Решила обратиться за помощью в Федерацию профсоюзов. Приняв во внимание условия проживания Севары и то, что ей одной приходится расти своих детей, женщине вручили сертификат и ключи от новой квартиры. Она не скрывает своих эмоций, рада тому, что трудные дни остались позади и наступили светлые. Я обратилась с просьбой помочь мне в получении жилья. Моя мечта сбылась. Не верится, что все трудности уже позади. Хочу поблагодарить всех за оказанную мне помощь. УСАДА от ФАЗИВА инвалидность второй группы. В своем обращении отметила, что у нее нет средств на лечение дочери, у которой тоже инвалидность с рождения. Но звонок в колл-центр решил все вопросы. Мы очень нуждались в материальной помощи. Нам выделили более 4 миллионов сумм на приобретение необходимых лекарств. Мы тут же оформили заказ. На дня привезут все нужные медикаменты. Спасибо, что не оставили нас без внимания. Продолжим тему на примере Новоиска области. Из данного региона на телефон доверия Федерации профсоюзов поступило почти 900 обращений. 175 из них связаны с жилищными вопросами. Получение кредита. Оказание правовой помощи. 269 обращений касаются социальных вопросов. 69. Оказание материальной помощи. Среди тех, кто позвонил в колл-центр, и Лола Игамбердыева, проживающая в городе Новои. В беседе с нами она не раз отметила, что сталкивалась с определенными трудностями своей предприимательской деятельности. У неё много планов, касающихся расширения сферы работы, создания новых рабочих мест и налаживания экспорта. Разумеется, для реализации этих идей нужны и денежные средства. Однако сотрудники Народного банка решили проигнорировать просьбу женщины, связанную с получением кредита. По словам предпринимателя, с её стороны выполнены все требования. Так почему же женщине всё ещё не выделили кредит, остаётся загадкой. Мы так и не смогли получить конкретного ответа от компетентных лиц. Надеемся, ответственные лица не оставят этот вопрос без внимания. Мы в Махалинском сходе Грашин-Дуслих, что в Карманинском районе. Это улица Мивазор, дом 1. Он был построен на основе типового проекта и должен был прослужить долгие годы. Прошло не так много времени с момента его сдачи, но уже пришёл в аварийное состояние. Здесь даже находиться непросто. Начинаешь переживать, что дом вот-вот рухнет. Впрочем, чего уж говорить, судите сами. Не знаю даже, кому обратиться. Каждый перекладывает ответственность на другого. Никто не хочет помогать. Эти жалобы действительно уместны. Женщина своевременно производит оплату кредита. Так почему же эта семья должна жить в плохих условиях? Ну а Хаким района не был в курсе всего происходящего. Эти улицы он посетил впервые. А на вопрос, почему хозяевам дома никто не оказал соответствующей помощи, мы так и не получили ответа. К сожалению, таких примеров было немало. Проведённые изучения в сотрудничестве с республиканской рабочей группой, а также поступившие обращения на телефон доверия 1211 показали, что в Новоиск области вопросы оказания социальной помощи женщины далеко не на должном уровне. Большинство обращений остаётся нерешёнными. Видимо, руководители, ответственные за выполнение этих задач, просто не хотят утерять должного внимания решению накопившихся вопросов. Остаётся только ждать и надеяться на чудо. И к этой семье мы ещё вернёмся.